Друзья, всем велка, с вами Катя Бечик, и сегодня мы с вами найдем самый вкусный зефир. Я окончательно зазефирилась, если это можно так назвать, и скупила весь зефир, который нашла. Что-то заказывала, что-то искала по магазинам. Вы сейчас обалдеете от этого количества, думаю, уже вы на превью увидели эту огромную гору. Сегодня моя цель найти самый вкусный зефир. Я брала, по большей части, классику, без шоколада. Есть какие-то фруктовые вкусы, потому что в линейке у этих фирм не нашла я других. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте себе обязательно чай, кофе, потому что будет мега сладко. У меня тут еще и вода в запасе, так что мы начинаем. Примечательно, что у меня здесь есть фирмы супер популярные. Например, как там, шармель, да? Когда мы думаем о зефире, сразу вроде бы шармель представляем. Также есть вот и Белевский, вкусвилл подобрала. Плюс есть зефир без сахара. Что это вообще такое? Что это из себя представляет? На изомате есть, бог ты мой. С чего мы начнем? Я предлагаю вот так вот сразу, сран. Дон с зефирой. Очень красивая, привлекательная упаковка. Мешает зефир в кадре. Сейчас все уберу, чтобы вам было красиво и спокойно, да? Сразу, сразу, с места в карьер. Цену, цену ищем. 169 рублей за 100 грамм. Много это или мало? Вообще, мне всегда казалось, что зефир это достаточно недорогая сладость, но сегодня, кажется, я переубедю, переубежу себя. Здесь ассорти вкусов клубника, дыня, абрикос и киви. Просто сразу открываем, да? Даже не думаю. А, это кондитерская фабрика Нева. Вот этот зефир я, кстати, люблю. Он всегда у нас на рынке продавался. И типа, приходишь так в любимую изюминку и спрашиваешь, ну что там по зефиру? А тебе продавщица говорит, сегодня Неву завезли. И такой, да. Жизнь удалась. На развес вот так вот. В пакетике так они были уложены ровно в ряд. Потом вот так наклеечкой Нева запакованы. Вот что я помню. Но Дона Зефирония никогда не пробовала. Пахнет так, елочкой нашей любимой из машины. Такой клубничкой, да. Ягодный легкий аромат. Вот так вот выглядят зефирки. Нетипично немного для зефира, потому что нету вензелей. Он достаточно гладкий. Только вот здесь вот эта чпунечка, челочка осталась. Похож на покемончика, знаешь, зефир? Похож на макарон, я бы назвал. Да, на макарон. Но я на покемончика. Почему-то у челка, если глазки подрисовать, это будет покемончик такой милый. Пробуем. Прям кусаю. Кто мне запретит? Я, может, давно зефир не ела, но у него абсолютно нет однородной текстуры. Весь сахар скрипит у меня на зубах. Мне понравился вкус. Попался как будто бы персик. А, здесь абрикос точно. Но текстура вообще не нежная. То есть она... Он сам по себе достаточно плотный зефир. Видите, он прям вот такой резиновенький как будто бы. Давайте еще вкусно сужение. У меня же мало зефира впереди. Я могу вообще всю коробку хоть съесть. Вот и дыни сразу узнаются вкусы. Кстати, здесь меньше вот этих комочков сахара. Он первенец, и мне сложно его сейчас оценить. Мы в конце, конечно же, с вами сделаем рейтинг. Он точно неплохой. Но мне хотелось бы больше нежности, больше воздушности, меньше плотности здесь увидеть. Но вкусы переда достаточно неплохо. Бывает, знаете, вот какую-нибудь, ну, не хубу-бубу, там, бонбари покупаешь, и не поймешь, что это. Виноград, персик, вообще все сливается. Просто фруктовое что-то. Здесь все ярко и очевидно. И коробка красивая. 170 рублей, да. Ну ладно, давай сразу не вудобьем, потому что здесь есть сверхинтересный у нас экземпляр. Это зефирный изомальти. Вы в шоке сейчас? Он выглядит хуже всех. Давайте сразу, да, история. Вы мне писали, мол, Катя, под выпуском со сладостями светофора, хватит уже томить эти новинки. Ты их кладешь, покупаешь, два месяца лежат, потом открываешь там до рублю. Все снимаю сразу. Вот при вас могу вам показать, что зефир в отвратительном состоянии. Он пожелтел, и мне его страшно есть. Хм, что составит подсластитель? Так. Что? 239 рублей стоила вот эта коробочка. Здесь 280 грамм. Ну, неплохо. Ну, как говорится, хочешь быть худой, плати денежку. Единственное, у меня нет здесь классики Невы. В этот раз я тупо не смогла найти и купить нигде не было, честно. На развес. Зайка, ты просто искала 100 грамм, тут 315 грамм. 315 грамм. А, подожди. А, 54 рубля за 100 грамм здесь просто написано. Да, в прошлом зефире был 315 грамм, простите меня, пожалуйста. 169 рублей он также стоил, да. Просто заказывал, и тут написано за 100 грамм. А вот этот зефир у нас 85 рублей за 100 грамм идет. Пахнет, как классическая Нева. Ванильно, приятно, мне нравится. Он обвален в кокосовой стружке у нас. Видимо, чтобы прикрыть вот эту желтизну, которая от изомальты пошла, я не знаю. Я как будто сейчас уплотнитель для окон жую. Я вам реально говорю. Это что за текстура? Просто не передать. Если там мне казалось, ну, сахар чуть-чуть поскрипывает на зубах, здесь аж все шипит во рту, но это неприятное шипение. Вот реально прокладка вот эта, знаешь, такая прозрачная. Бывает, в посылке ее кладут. Вот классно, что без сахара, что можно диабетикам, но это очень странно. Наверное, на безрыбье и рак рыба. Это тот самый случай. Но текстура... Здесь вкус достаточно приятный. То есть мне, наоборот, нравится, что десерт, он не сверх сладкий, как классический зефир. Кокосовая стружка не спасает. Нет. Видимо, сахар, очевидно, нужен зефиру. Но у нас, кстати, еще с вами будет попозже чуть-чуть зефир без сахара. Тоже посмотрим, что там придумали. Хочу что-нибудь вкусное. Это идет вниз, да, рейтинга? Да, это идет вниз пока. Хочу что-нибудь вкусное, поэтому попробую сейчас зефир с черной смородиной. У меня здесь сразу две фирмы с черной смородиной. Это Бобруйский и Белевский. Тоже такие достаточно на слуху компании. Как будто бы им доверяешь. Такой, знаете, прям исконно русский дизайн. Ты думаешь, что вот он прям крафтовый такой зефир. Ну, Белевская пастила, она, наверное, уже на весь мир, мне кажется, известна. Давайте с нее начнем. Сразу хочется сказать. Натурально. Будто бы даже не подкрашено. Прям вот я когда смузи делаю со смородиной, у меня он такого цвета получается. Нехимозный цвет. Очень хороший добротный состав. Что у нас? Сахар, пюре яблочное. Собственно, пектинчик, он и загущает. Еще сироп глюкозный. Ягоды черной смородиной протертые. Белок. Ну, все достаточно приятно. 3,20 калорийность. Просто зефира много. Если будет что-то важное, интересное по составам, я буду останавливаться, чтобы просто этот ролик на час не затянулся, потому что я могу говорить о еде бесконечно. Вот с виду он похож на зефир, который я готовила дома. У нас был выпуск, спорим, не приготовишь зефир. Ну что, приступаем к с вами готовке зефира. Или это был ДМ? Спорим, не приготовишь зефир, наверное, все-таки. Обалдеть! Все это зефир. Вот прям это он. И когда его еще посыпаешь сахарной пудрой дома, она вся впитывается. Ой, ну классно выглядит. Очень-очень натурально. Вот, так вот он липкий остается. Ощущение, что это будет мега вкусно. Прям хочу попробовать. Ой, приятно. Ммм, ммм, вот прям домашнятина. Да, ммм, текстура нежнейшая. Сверху нет много вот этой сахарной пудры. Внутри балансирует черная смородина. Очень-очень классно. Все, я прям в восторге. Давайте посмотрим цену. 132 рубля. 250 грамм. Ой, что-то у меня немножко сахар вставил, простите. Но надо все равно понимать, что зефир это сильно сладкий десерт. Здесь смородина она пытается закислить, но она даже она не справляется, чтобы перебить общую сладость. Потому что для хорошего зефира нужно много сахара. Иначе у вас получится зефирный изомальти с ужасной текстурой. Здесь текстуры все классно. Сахар не чувствуется, именно куски неразбитого сахара. Пока на первое место отправляются. Очень достойно, натурально. Прям ммм. Далее у нас с вами идет первый бобруйский зефир в сахарной пудре. Из местных сортов яблок с черной смородиной. Он уже не выглядит таким натуральным, как предыдущий. Видно, что все в пудре. Плюс нет такого яркого, насыщенного цвета смородины. Значит, что? Наверное, ее там не так много. Нет на свете города диковиннее Бобруйска. Неприметный на первый взгляд среди детей лейтенанта Шмидта. Он не зря считался прекрасным высококультурным местом. Весьма занятные истории происходили в Бобруйске. И как раз в те времена здесь начал производиться отличный зефир. Придумали легенду, почему нет. Фирма у нас Красный Пищеблок. Производится это все в Республике Беларусь написано. 250 грамм. Покупала я его в магазине в Магните. Стоил 90 рублей. Припас черносмородиновый. Вау. Тоже состав достаточно хороший. Чуть хуже, чем предыдущий. Но в целом все тоже. Пюре яблочное, патока, белок, сахар. О! Что-то явно ароматизатор сильный какой-то добавлен. Не может так смородина натуральная пахнуть. Ну да, ароматизатор. Вот предыдущий так не пах ярко. Ну понюхать, сразу поймешь, чем я говорю. Чай черносмородиновый, если купить в пакетиках. Да? Да. Угу. Такой просто обычный зефир. Прям классика-классика. Сахарный пух. У бопрустского зефира есть небольшая проблема. Я его попробовала после Белевского. И он, конечно, на его фоне потерялся. Он больше похож на ванильный. Просто отдает черной смородины. Именно, знаете, даже листьями черной смородины. Просто в аромате. Во вкусе скорее ваниль чувствуется. Ну, чуть-чуть легкий какой-то там есть. Привкус. Как жвачки пожуешь. В целом хороший. Наверное, слегка плотноват. Но гораздо лучше, чем первые два зефира. Можно взять к чаю. То есть, он не такой дорогой. Мне в целом нравится вот этот дизайн. Что он бобрустский. Такой, вау, какой-то город. Классный с историей. Что-то покупаешь. Но вкус, конечно, слабоват. Просто потому, что есть чем сравнить. Возможно, ванильный. И я бы такая. Но это лучше, чем шармель. Кстати, о шармель. Слушайте, о шармель что-то дофига стоил. 164 рубля за 255 грамм. Ну, может, на зоне так дорого. Не знаю. Вау. Коробка вся у меня помялась. Ну, ладно. Куда рвать? А где дорого-то? Так же? Ну, прошлый стоил 90 рублей. А этот стоит... Ну, так же, как и первый. Ну, да, да, да. Ну, что ли? Будь здоров. Шармель, конечно, ассоциируется прям с зефиром. То есть, вот как памперсы. Да? Спасибо. Можно еще пять раз чихнуть здесь? Спасибо большое в студии. То есть, это уже как будто бы, когда говоришь шармель, все сразу понятно, да? И когда говоришь зефир, думаешь о шармеле. Ну, это мне, может, окажется. Потому что в моем детстве практически только он и существовал. Ну, если не развесной какой-то на рынке, типа Невы. Вот. А сейчас уже столько брендов появилось. А шармель как будто бы первая. Ну, можете всегда написать свой комментарий. Можете даже лайк поставить, если не согласны со мной. Если согласны, тем более поставьте лайк. Вот. Прям, ну, классика-классика. Ванильный зефир. Вот это аромат. Вот типичный аромат зефира. Выглядит очень красиво. Такие волны мне нравятся. Ммм, приятный. Очень сбалансирован по сахару. Хорошо. Внезапно очень нежный. Ммм. Слушайте, а зефир, оказывается, может быть не таким сладким. Я же почему-то думала, что шармель там просто выдаст такую дозу сахара. Нет, классно. Ванильный-ванильный, сливочный. Единственное, может быть, из нюансов, что корочка у него супер заветренная. И когда ты ешь, это же не какой-то хруст безе, а именно чувствуешь, что заветрено. То есть, кто обсыпает в сахарной пудре, зефир он остается более нежным. И бобруйский, ой, не бобруйский, а белевский тоже был сверх нежным. Здесь чуть-чуть подзаветрен, но это не портит. Да, вкусно, достойно. Состав тоже хороший. Наверное, просто в зефир не имеет смысла класть кучу всяких добавок. Он, походу, и так получается хорошим, достойным, вкусным и хранится долго. Ну, относительно, конечно, долго. Ну, здесь два месяца срок годности. Да. О, хорошо идем. Сладкие истории. 96 рублей. Кстати, вот он даже и по акции в магните можно его дешевле взять. Я видела, когда уже потом покупала, но у меня просто был дом, мне не было смысла второе брать. С ванильным вкусом зефирчик. Кто у нас производит? Тродфронт. Тродфронт, внезапно. 250 грамм. Ароматизатор натуральный тип ваниль. Я, кстати, все боюсь здесь встретить. Да. Я в момент это говорю, чувствую его. Вот этот вот неприятный, прокисший запах. У нас практически в каждом видео с дешевыми какими-то сладостями он присутствует. Я не понимаю, зачем это добавляют. Это просто... Причем, единично, когда штучку нюхаешь, вроде бы ничего. Но такое амбре из пачки... Понюхать, чем я говорю. Ну да. Блин, он нереально нежный. Он нежнее, чем шармель. Он не заветренный. Слушай, какой вкусный зефир. Я вам честно скажу, ничего не ожидала от него. Он с кислиночкой. Я чувствую вот кислинку яблока. Боже мой. Умеют делать. Послевкусие какой-то интересный. То есть сахара достаточно все равно много. И как будто бы ты леденец сейчас пососал. Знаете, вот петушок такой на палочке. Просто когда чистый сахар. Без какого-то вкуса, без какого-то оттенка. Но приятно. Да, вот если бы у шармели не была заветрена корочка, вот как здесь, он был бы гораздо вкуснее. Классный. Супер нежный. Наверное, одна из лучших текстур. Давайте разбавим немножечко ппшностью и каким-то вкусом. У меня здесь есть зефир с брусникой, растительным экстрактом и витаминами. Два зефира равно одно яблоко. Так вот написано. Может быть здесь сахара нет? Это, кстати, тоже родфронт. Сахар на первом месте. А в чем тогда экость? В чем полезность? Просто, ну, не знаю. Такая упаковка сразу производит впечатление, что типа прям ешь и здоровей. И написано даже нам, что вот два зефира съела, одно яблоко. Тростниковый сахар. Не написано, что тростниковый. То есть такая немножечко, знаете, иллюзия. Мы сделаем экоупаковку и как будто бы вы худеть будете это есть. Ну, для меня немного странно. Типа витамины. Ну, так, по сути, в любом зефире есть витамины, если там яблоко есть. Просто эти люди, эти маркетологи вынесли в плюс. Окей. А, кстати. 138 калорий. Вау. А, в одной порции. Они вообще красавчики. Они просто вот... Называется зефир, я веду тебя в заблуждение. Просто не могу. Респект. 110 рублей стоила упаковка. Здесь у нас 250 грамм. Ммм. Пахнет ярко. Очень ярко. Ой, как приятно. Невозможно прям. Ммм. О, да. Пахнет реально вкусно. Должно быть вкусно. Я прям чувствую. Ой, нежно. Нежно, нереально. Ммм. Белиссимо. Все, ем. Из-за дробей. Сейчас два съем, чтобы яблоко съесть. Боже мой, сумасшедшая. Ммм. Нафигенок. Идет сейчас прям он напрямую к белевскому зефиру. Сверх натурально. Здесь, наверное, для себя выделю плюс. Он не липнет. Его посыпали сахарной пудрой. Но за счет этого он получился чуть слаще. Здесь вот опять же, да, такая тонкая грань. Не поймешь, что лучше. Пусть будет натуральный, но вот весь такой липкий, когда домашний делаешь. Или вот так. Чувствуются кусочки брусники. Натуральность. Очень обаятельный и вкусный зефир. И не важно, что они пытались нас ввести в заблуждение. Я их отправляю сейчас на первое место к белевскому зефиру. Просто потом в конце я попробую еще раз, чтобы уточнить, какой лучше. Ммм, как хорошо. Не могу просто. Хотите еще здоровья? Я прям чувствую там сидеть. Катя, ну давай еще без сахара. Ну давай. Хелс Жизель. Просто написано. Я прочитала. Зефир без добавления сахара с ароматом ванили. Без жира. Вот это плюс. Вот это плюс, что зефир без жира. Вы прикиньте. Обожаю. Без ГМО и без глютена. Вы хоть видели раз в жизни зефир без глютена? На пшеничной муке видели зефир? Я просто не знаю. Ну что-то же надо писать. Ладно, окей. 210 килокалорий. Состав. Подсластитель. Мальтит. Пире яблочное. Окей. У вас, конечно же, цена волнует. Я чувствую это. Здесь прикол в том, что две пачки сразу продавали. 94 рубля за 100 грамм. Вау. Здесь 130 грамм. Очень маленькая пачка. За здоровье надо платить. Выглядит. Что это за кусок розового? Остатки сладкие. Типа что это? Ладно, попробуй другой. Он, кстати, очень сильно обсыпан. Причем, как будто бы крахмалом. Ооо. Бог ты мой. Как можно сделать зефир без сахара слаще, чем обычный сахарный? Отвратительный привкус подсластителя. Какой-то прокисший. Будто ты ешь в три раза более переслащенный зефир, чем классический. Очень плохо. То есть, если еще в зефире на изомальте, там не было текстуры, но там хотя бы не было отвратительного привкуса подсластителя. Я вам сразу об этом сказала. Здесь никаких вкусовых акцентов. Просто все растворяется в этом сахзане. Ой, даже мне плохо стало. Вообще в самый низ идет. Ниже нижнего на изомальте? Да. Очень хочется обильно запить. Давайте что-нибудь вкусное попробуем. У меня здесь есть зефирчик, который стоил 300 рублей. От кондитерской фабрики Кронштадтская. Видимо, в Кронштадте делают. Санкт-Петербург. Улица Заозерная. Здесь у нас снова в ассорте идет малина, дыня и яблоко. Пол кило. Ну, поэтому он так дорого стоит. Так он, как обычный, по цене идет. Где он порвала зефир? Он опять такой кафеткой. Знаете, вот кафеткой. Понимаете? Понимаете? Не понимаете? Красивый. Красивый. Мне нравится. Такой высокий, пышный. Никогда не доверяйте первому. Обманчивый капец. Господи, как сладко. Сейчас. Вот помните, о чем я сказала, когда попробовала первые ассорти? Что там были очень яркие вкусы. Здесь сахар настолько все забил. Ты вроде бы вначале такой пытаешься ощутить эту дыню. Но потом чуть-чуть прожевываешь. Буквально два раза так. Чик-чик зубками. И все. Все улетучилось. Ни послевкусия, ни в моменте. Вообще ничего нет. Просто голый сахар. Очень странный зефир. Для меня зефир это все же про легкость. Это такая иллюзия легкого десерта. Здесь ты такое чувствуешь. Ну, кажется, кажется, не надо было. Мне не понравился. К сожалению. Здесь, конечно, сахар хорошо растворился. Но его так много. У меня начали скрипеть тупо зубы. Я даже третий не попробовала уже вкус. Я поняла, что это бессмысленно. Нет. 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 Извините. Еще и полкило его. Капец. Под дон азефирони он идет. То есть они как бы похожи. Но дон азефирони тогда лучше, конечно. Здесь все там вернется. Сейчас все вот эти упаковки. Осталось три зефира. Глотну чайку. Вы пока лайк поставьте этому видео. Я знаю, что вы не поставили. Поленились. Теперь молодцы. Давайте попробуем Lucky Base. Он очень недорогой. 75 рублей он стоил. Вот. С ароматом ванили. Вадыгей, между прочим, производится. ООО «Новые технологии». Важная информация. Состав такой же, как везде. Зефир это же не торт, в который можно растить... Зефир это же не торт, в который можно растительные сливки добавить и все испортить. Здесь можно только переборщить с сахаром, с текстурой. Ну, как мы поняли, что можно очень сильно даже испортить зефир. Но в целом, что составы у них все достаточно хорошие. Ну, конечно, кто захочет придраться к составу, он всегда придерется, да, и приготовит себе зефир дома. Ничего не подмешивая. Я абсолютно спокойно к всему отношусь. ГМО вообще обожаю. Просто глютен, ГМО, жир, трансжир. Нет, трансжир не надо. Спасибо. Пахнет ванилию очень ярко. Даже такой, как будто бы духи с запахом ванили. Или свечку, знаете, когда зажигаешь, вот такой он прям даже душноватый запах. А что я показываю тут обычный зефир, даже показываю нечего. Все, просто ем. Плосковатый вкус. Мне понравился вот в сладких историях вариант, что там есть кислинка. И она приятная. Здесь вот она как будто бы доходит. Он прям, ну, никакой. Типа он нормальный. Вот есть здесь зефир прям супер вкусный, а есть супер невкусный. Это такое, ну, вот знаете, еф середнячок. То есть вы меня можете взять к чаю. Ну, так, ничего не ожидая, взамен, просто поели, дальше пошли. Ну, какой-то там эстетики, вкус, ничего не будет. Просто зефир и зефир. Я почти допила свой зеленый чай. У меня осталось два лота. Это вкусвилл и семейный секрет. Ну, давайте вкусвилл попробуем. Я сначала думала, что он слишком дорогой. Он стоит 127 рублей за 250 грамм. Ну, теперь я понимаю, что в обычном ценовом сегменте абсолютно. Тоже состав чистейший, как и всегда. Да, все отлично. В пензенской области делаю. Я люблю во вкус великокосовый зефир. Меня мама как-то угостила. Мне он, правда, очень нравится. Ваниль я никогда не пробовала. Взяла специально для выпуска. Выглядит очень-очень даже неплохо. Беленький такой, чистенький, красивенький. Да, мне нравится. Похож на шармель. Чуть менее заветрена корочка. Я не понимаю, почему у шармеля так заветрена. Они же прям портят этим все. Да, это прям классика зефира. Это как та самая Нева с рынка, вот про которую я вам рассказывала. Когда думаешь вот про классический зефир, это именно оно. Я, наверное, сейчас больше люблю все-таки что-то ягодное, поэтому у меня вышли в приоритет вот там Ботаника, это Белевский. Но это как классика супер достойно. Здесь даже придраться в целом не к чему. Мягкая, приятная текстура, сахар весь растворился. Корочка чуть-чуть заветрена, при этом не посыпана сверху сахарной пудрой, что не дает дополнительной сладости. Может быть, чуть-чуть больше кислинки добавить? Ну и так хорошо. Классный зефир выходит выше шармельона у меня. Все, мне эта корка что-то меня смутила. Могут же без корки сделать. Она не любила заветренные корки. Она любила... Только ей горку. Она любила кататься с горки. Она не любила заветренные корки, она любила кататься с горки. На ватрушке утром пушка. Все по кружке взяли в ружки. Что? Все, последний зефир, потому что, походу, у меня реально уже немножко инсулин. Знаете, там где-то... Зикер Антоновка. Все просто понятно. 320 килокалорий, семейные секреты. 120 рублей, здесь 250 грамм. Стандартная упаковка, как мы поняли, 250 грамм. Россия, город Краснодар. А в Краснодаре что? В Краснодаре тепло. Значит, что? Яблоки вкусные. Все, надо заканчивать выпуском, я реально начинаю сходить с ума. Вот, натуральный яблочный цвет. Как будто бы бы. Может, краситель есть? Может, содержать следы глютена, пшеницы, овса. Они все-таки сделали овсяный зефир, они сломали систему. Понятно. А где состав? А, вот, прям сверху же. Ароматизатор яблока, краситель натуральный, картамус. Я не стесняюсь, если я чего-то не знаю, загуглить. Картамус. Циточек. Я вам сейчас просто покажу, что это такое. И вы узнаете. Потому что у нас обучающий федеральный канал. Вот, картамус как выглядит. Конечно, тут же возник вопрос. А почему тогда зефир зеленый? Как много вопросов, как мало ответов. Увы, мы не можем все знать. Да, не знал. Да, не знал, да. Ой! Ой, прям... Это не натуральный яблочный аромат, конечно же. Но он супер приятный. У меня прям... Слушайте, у меня что-то так флешбекнуто, что-то из детства. Где-то вот прям какие-то леденцы из детства. Может, холодок так пахнет. Понимаешь, ты помнишь конфеты холодок? Господи, он весь там уже в пудре, в сахарной, но на носике. Ну что, чувствуешь? Нет. А сахарная пудра приятно в носик? Приятно. А мне приятно, когда тебе приятно. Господи, что это за вкус? Вот, думаю, что я туда смотрю. На какое место его ставить? Ему бы чуть поменьше сладости. Здесь и много кислинки. Ну, прям вот в конце сверх сладко. Ну, это такой интересный вкус. Такой бодрящий, прям классный. С чайком зеленым попить. Текстура обалденная. Все нежно, мягко, свежо. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Сегодня как будто фруктовые зефиры вырвались, да? Наверное, знаете, почему фруктовые вырываются? Потому что как раз-таки они разбавляют просто притерность зефира. И очень интересно, когда присутствует какой-то вкус не химический, а натуральный. Ты такой чувствуешь, вот, там реально ягоды перемололи. Там действительно яблочное пюре, его много. Хорошо здесь. Я, если вспомню, я потом вам напишу, что это за вкус. Телеграм-канале в нашем семейном. Заходите обязательно, подписывайтесь. А сейчас мы с вами посмотрим на наш рейтинг. Ну что, дорогие мои, пришло время подвести итоги. Вы видите, вот такой выстроившийся здесь рейтинг. Не все вместилось просто. Что хочу сказать. Вот вы видите, здесь 4 зефира сверху. Но на самом деле они все стоят на одном месте. На первом. Потому что они, по сути, разные. Здесь разные вкусы. Если ванильный мрайд, да, мне понравился вкус. Если фруктовый, сложно выделить. Они все невероятно три очень крутые. Семейные секреты, экоботаника и белевский зефир. Классный, натуральный, яркий. Хочется с такими вкусняшками попить чай. Самый, наверное, слабый я выделю все же зефир без сахара и с изомальтом. Получается, что оригинальную сладость нужно делать по оригинальному рецепту. Это уже какое-то извращение, делая без сахара. Но не стоит отрицать того факта, что это необходимые продукты людям, которым нельзя сладкое. Поэтому они имеют место быть. Но в своем рейтинге я, к сожалению, поставила их вниз. Вот. Большое спасибо всем, кто досмотрел это великолепное видео до конца. Большое спасибо нашим дорогим бустикам, которые висят у нас на холодильнике. Простите, Сема вас немножечко разрисовал. Но он сказал, что папа напишет еще раз. Потому что папа переписывает постоянно вас на наш холодильник. Спасибо, что поддерживаете нас. Благодаря вам продолжают выходить вот такие крутые ролики, которые могут смотреть все наши зрители. Мы увидимся с вами очень-очень скоро. Вы даже не успеете соскучиться. До новых встреч. Всем привет.